Доброго дня всем аграриям! С вами ТОП Аграбук и обзор главных новостей отрасли за неделю. Сингенти запретили возить семена из США. Аналитиков тревожит дефицит влаги на юге страны. Выпуск ключевых видов сельхозтехники в России сократился. Эти и другие новости расскажем подробнее. Росельхознадзор с 1 февраля запретил компании Сингента ввозить в Россию семена подсолнечника из США. В ведомстве это объяснили обнаружением фомопсиса, который является карантинным для России заболеванием. И это уже не первый случай, когда Росельхознадзор запрещает поставки семян из-за угрозы распространения какого-нибудь заболевания. Ранее, а если точнее, то с 21 ноября прошлого года попали под запрет площадки Сингенты в Испании и Франции. Еще раньше, 6 июля 2022 года, был запрещен ввоз семян подсолнечника из французских питомников Лидея Франц и Лимагрен Йороп. Но если клиенты Лидея и Лимагрен в прошлом году практически не заметили ограничений, то вот некоторые покупатели семян Сингенты в течение прошлой недели получали письма счастья, в которых Анатолий Алтухов, директор по продажам компании, сообщал, что Сингента вынуждена с 1 февраля расформировать созданные накладные и приостановить отгрузки. Сами мы их не видели, но издание «Известия» сообщает, что аналогичные письма были разосланы компаниям «Байер» и «Ньюсид», в результате чего в истории появился несколько скандальный оттенок. Пока поставщики гибридов хранят упорное молчание и никак официально эту историю не комментируют, в Минсельхозе уже успели заверить, что никакой дискриминации зарубежных компаний нет, а ограничительные меры вводятся исключительно по фитосанитарным показаниям. В качестве аргумента ведомство заявило, что в прошлом году запреты коснулись пяти площадок во Франции, и лишь одна из них принадлежит Сингенте. Кроме того, из-за фомопсиса было закрыто только три площадки Сингента, тогда как у компаний их 15 в разных странах. В отношении продукции «Байер» никаких ограничительных мер Россельхознадзор вовсе не вводил, уточнили в Минсельхозе. Российские селекционеры и семеноводы, в свою очередь, призвали аграриев не вестись на провокацию перед посевной. Глава Национального семенного альянса Игорь Лобач предположил, что все происходящее – это попытка повлиять через аграриев на российские власти, а также желание создать искусственный ажиотаж, чтобы дополнительно поднять цены на семена. Лобач напомнил, что запрета на ввоз зарубежных семян нет, существуют лишь ограничения, которые наложены на отдельные питомники. Здесь надо отметить, что в прошлом году импорт семян из-за рубежа значительно вырос по сравнению с 2021 годом. Вот какой слайд на Всероссийском агрономическом совещании продемонстрировал глава Аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин. По информации депутата, импорт семян вырос с 70 до 104 тысяч тонн в 2022 году. И это значительно больше, чем ввозилось за предыдущие годы. То есть определенный резерв на будущее все-таки был создан. Если же кто-то из наших подписчиков не успел приобрести зарубежные гибриды подсолнечника, не расстраивайтесь, этой культуре можно найти альтернативу в виде льна, нута, гороха, причем покупать семена у российских производителей. Если что, напоминаю, что вы можете зайти на наш сайт и познакомиться с актуальными предложениями по семенам в разделе «Все для урожая». Перезимовка озимых посевов в России проходит удовлетворительно, заявил руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. Единственное, что беспокоит синоптиков, это дефицит осадков, который наблюдался в январе в Южном и Северокавказском федеральных округах, в Поволжье и на юго-востоке Центрального федерального округа. В республиках Марии, Эллы, Чувашия, в Ростовской области и в Краснодарском крае выпало всего 40-50% от нормы осадков. В Саратовской, Волгоградской области, в Адыгее и в Крыму показатель еще ниже. Регионы получили чуть больше трети от нормы осадков. В южной половине Приволжского федерального округа и восточных, а также в северо-восточных районах Южного федерального округа земля промерзла на глубину 50-120 см. И это связано с дефицитом снега. По словам Вильфанда, окончательные выводы о состоянии зимных посевов можно будет делать в конце февраля и середине марта. В сложную погоду в январе уже заметили аналитики зернового рынка. Компания Савекон сохраняет прогноз по сбору пшеницы на уровне 86 млн тонн, а Институт конъюнктуры аграрного рынка снизил оценку с 87 до 84 млн тонн, объяснив это ледяной коркой в ряде регионов и засухой на юге. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут предполагает, что производство пшеницы будет находиться в диапазоне 77,5-80,5 млн тонн. Эксперт отметил, что с учетом больших запасов, которые останутся по итогам сезона, этот урожай будет мощным фактором давления на цены и на экономику сельхозпроизводителей, если, конечно, будет сохранена экспортная пошлина на зерно. Пришло время поговорить о ценах, и, к сожалению, ничего хорошего мы сказать не можем. Аналитический центр «Русагротранса» сообщает, что цены на экспортную российскую пшеницу снижаются, что вызвано высоким предложением зерна на мировом рынке. Пшеница с протеином 12,5% с поставкой в феврале подешевела на 3 доллара, и теперь ее цена – 302 доллара за тонну на базисе ФОП. На прошлой неделе египетская ГАСК закупила полмиллиона тонн пшеницы, причем всю российского происхождения, по цене от 323 до 326 долларов за тонну, что в пересчете на базис ФОП составляет 295-300 долларов за тонну. Экспортные цены на зерно конкурентов, по данным «Русагротранса», стоят значительно выше. Американская пшеница стоит 331 доллар за тонну, французская – 322 доллара за тонну. Закупочные цены в глубоководных портах, по данным «Русагротранса», составляют в среднем 14 900 рублей за тонну без НДС. На малой воде – 12 600-12 800 рублей за тонну без НДС. Внутренний рынок существенно не изменился за прошлую неделю. В Центральной России происходит постепенное снижение цен на фоне роста предложения. Другие же регионы остаются стабильны. Зерновые пошлины с 8 февраля снова вырастут, а никаких предпосылок для роста цен на внутреннем рынке мы не видим. А еще на прошлой неделе первый замминистр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что в 2023 году зерновые интервенции Минсельхоз проводить не будет, поскольку цель их была не в том, чтобы собрать зерно с рынка, а в том, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Годовой объем потребления продовольственной пшеницы в России составляет 12 миллионов тонн. В интервенционный фонд приобретено свыше 3 миллионов тонн в конце прошлого года. Так что нет нужды. Но, как вы помните, несколько недель назад президент России Владимир Путин призвал не дать вытащить все зерно за рубеж. У журналистов тогда возникло предположение, что закупки в интервенционный фонд будут увеличены. Как видим, теперь зерновой резерв страны, по-видимому, будет создан на складах сельхозпроизводителей. Причем хранение зерна им никак не будет оплачиваться. Ассоциация «Росспецмаш» опубликовала итоги 2022 года по производству сельхозтехники в России. Из хорошего объем производства техники вырос на 15% до 250,6 миллиарда рублей. Это если считать в деньгах. А если посмотреть в количественном выражении, то прирост есть по выпуску машин для внесения удобрений, по выпуску жаток, опрыскивателей и плугов. При этом производство зерноуборочных комбайнов снизилось на 32%, тракторов на 1%, кормоуборочных комбайнов на 14%. В «Росспецмаш» это объяснили событиями 2022 года, объяснив, что проблемы в отрасли постепенно решаются. Доля отечественных производителей на российском рынке сельхозтехники выросла до 61%. В прошлом, то есть позапрошлом уже году, ее доля составляла 51%. О перспективах текущего года в «Росспецмаш» сказали так. Сельхозмашиностроители в первую очередь зависят от доходов аграриев. Цены на зерно низкие, в связи с этим доходность может сократиться. И темпы обновления парка сельхозмашин также могут быть снижены. Владимир Кашин на совещании, как мы уже упоминали, говорил и о том, что Россия отстает от других стран по обеспеченности техникой. И страна должна ежегодно приобретать 40 тысяч тракторов и 15 тысяч комбайнов. Цитирую, чтобы выйти, пусть даже не на научно обоснованный уровень, но хотя бы на уровень Белоруссии. Но теперь мы видим, что внутреннее производство комбайнов даже в лучший 2021 год составляло 7 тысяч машин, производство тракторов 6 тысяч машин. И очевидно, что собственными силами этой цели мы вряд ли достигнем. Евразийская экономическая комиссия разрешила ввести в Россию 100 тысяч тонн говядины без пошли. Квоту сократили вдвое по сравнению с изначальными планами. Но все равно оставили. Если вы смотрели на нашем канале интервью с главой Национального мясного союза Сергеем Юшиным, то понимаете, почему это плохо для сельхозпроизводителей. Беспошлиная и более дешевая зарубежная говядина не позволяет развиваться собственному мясному скотоводству. И при этом никак не сказывается на рядовом потребителе. Газета «Ведомости», которая сообщила эту новость, приводит еще один аргумент. Инициатива по ввозу беспошлиной говядины изначально вводилась для того, чтобы стабилизировать цены на продукцию мясной переработки. Импортное сырье предназначалось для того, чтобы его переработали в колбасы и сосиски. Они выложили на прилавок для потребителя, чтобы он мог варить борщи и, например, жарить котлеты. Но заявленной цели посредством дешевой говядины правительство не добилось. По итогам прошлого года цены на продукты мясной переработки выросли в среднем на 13,5%. Все потому, что мясо КРС используется только в премиальных сегментах, а основная масса колбас и сосисок производится из более дешевого мяса птицы и свинины. Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк считает, что сегодня важен не столько объем импорта, который в масштабах общего производства все-таки является минимальным, сколько сигнал животноводам, что Минсельхоз может в любой момент инициировать такие предложения, решая сиюминутные вопросы с ценой и не заботясь о прибыльности мясного скотоводства. И последняя новость. Мы не можем обойтись без новости о навозе, поэтому и сегодня тоже. И последняя новость на сегодня. Личные подсобные хозяйства смогут использовать навоз в качестве удобрения. Но для этого они должны будут зарегистрироваться в качестве самозанятых. Такое заявление сделал замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин, выступая на совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. На совещании обсуждали вопросы обращения побочных продуктов животноводства. Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова попросила разрешить владельцам ЛПХ закупать навоз у животноводов, чтобы вносить органику на свои участки. Она отметила, что ежегодно в регионе образуется около 530 тысяч тонн подстилочного навоза. Раньше животноводу его продавали гражданам, которые выращивают овощи и картофель. Сейчас, согласно новому закону о побочных продуктах животноводства, который вступает в силу с 1 марта, навоз можно продавать только юрлицам, ИП и главам КФХ. Заместитель и руководитель Россельхознадзора Антон Кармазин пояснил, что если личное подсобное хозяйство официально зарегистрировано, никаких сложностей у владельца ЛПХ с покупкой навоза не будет. Производителям пора выйти из тени и зарегистрироваться в качестве личного подсобного хозяйства. Заниматься производством официально, призвал Антон Кармазин. Ну, правда, у теневых ЛПХ еще остается лазейка в законодательстве. Можно, например, завести корову самому, и тогда государство не сможет отследить навоз, который она производит. На этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделала, и смотрите другие видео. Мы стараемся дать вам самую полезную информацию. От всей души мы благодарим всех, кто продолжает перечислять нам донаты. Друзья, спасибо. Нам ваша помощь очень важна. Пока-пока. До следующей недели. Субтитры подогнал «Симон»